Итак, бич из США задонатил в прошлом донате, там получается, 120 рублей. И вот второй видос из того доната. Как жить без креветок называется видос. Осторожно, маклауд, было написано в донате. Спасибо тем, кто пишет комментарии, ставит лайки и подписывается на канал. Спасибо, что заходите на стримы. Донатерам самое большое спасибо. Не забывайте подписываться на рассылки, потому что страйки, хуяйки, вся вот эта хуйня, она печалит. Вот, и, собственно, что вообще я хотел умное сказать еще. Да, ребятки, буду прям супер благодарен за донат. Я сейчас сделал неистовую скидку, поэтому маклауда, получается, буду смотреть за какие-то там вообще супер смешные копейки. Времени потрачу много. Так что, если вдруг кто будет смотреть это видео, раз вы зашли, значит, вы фанат моих реакций на маклауда. Это кто будет в записи смотреть. Кто на стримах, ну, вы вынуждены. Это ладно. А вот кто будет записи смотреть, раскошеливайтесь. Киви, Яндекс, там, давайте, по 2 рубля, по 5 все скинемся. Все, Моисей, сможете купить гамбургер. Спасибо, гитарный мошенник. Спасибо большое, здраво. Давай прервемся, посмотрим сейчас сразу. Нет, все-таки гляну позже и на запись, потому что там совершенно шикарная история. Это Михаил Левадный. Знаете что, вот кто-то не может прожить без булки и хлеба, а я не могу прожить без креветок. Так. Вот никак не могу без креветок. Давайте посмотрим, как в России все очень дешево. Ну. Вот. Ну, вообще какая-то беда с креветками. Ну, вот мороженые, да, вот мне нужны мороженые креветки, вот просто креветки. 700 граммов написано. На самом деле креветки не являются продуктом первой необходимости. То есть креветка, если, конечно, ты не живешь, скажем, прямо там, где их добывают, где они просто стоят смешные какие-то копеечные деньги. Креветка это скорее все-таки деликатес. Чтобы иметь возможность позволять себе питаться деликатесом, нужно работать как следует. За вечер гранжу хихоте. Никита Z, спасибо за донат. Да, в общем, спасибо. Посмотрим обязательно. Креветка это как бы деликатес, да, получается, считается. Ну, или, скажем, не деликатес, но как вот это вот называется. Ну, типа, понимаете, то есть это некое прям целое блюдо. Употребление в пищу. Популярные томаты, креветки, та-та-та-та, как в закусках пиво. Ну, короче, не деликатес, а такое уже как бы блюдо, можно сказать, точно не первой необходимости. Чтобы иметь возможность позволять себе такое, нужно, соответственно, что-то делать, я не знаю, нужно, чтобы твой доход был приличным. Да, то есть чтобы ты мог себе это позволять. К сожалению, есть нечестные способы увеличить свой доход, то есть воровство, там, еще какие-то штуки. Но если их как бы не брать во внимание, то, соответственно, есть несколько способов иметь возможность позволить себе креветки. Первый способ. Работать на обычной работе. Чтобы это делать, нужно, ну, то есть нужно, при этом, чтобы была хорошая зарплата. Либо ты делаешь что-то, что делает мало кто, то есть что-то очень ценное. Либо ты делаешь, либо ты очень хорошо и много работаешь, просто качественно делаешь свое дело. И все, тогда сможешь кушать креветок. Ну, соответственно, остается либо быть самозанятым, то же самое. Либо ты делаешь что-то, что мало кто делает, что-то очень нужное. Либо что-то очень хорошо, то есть по каким-то причинам ты лучше конкурентов. Вот, ну, соответственно, тогда можешь позволить себе креветки. Ну, либо ты владелец бизнеса, то есть ты сам вот как-то вот что-то сделал, там, я не знаю. Опять же, то есть много работаешь, чаще всего вот есть такие деятельности, где просто больше работаешь, больше денег. Или более эффективно, соответственно, работаешь, больше денег. Вот и все Я креветки могу Вточить в Макдональдса, например, я их люблю Там они уже сразу во фритюре Вот иногда бывает прям Моисеич вообще просто Жирует, просто с жиру бесится Ну, редко, то есть, честно, не каждый день, конечно Их точу, но бывает Вот, да, то есть, когда Вот помню времена, вот когда был большой жух, ребята Помните, когда Пеннивайз там вот слил опарина И просто, ну, у меня донатов было безумное количество То есть, я, наверное, сейчас уже готов вам признаться Сейчас все обратно пожухло То есть, ну, понятно, кризис, куизис, это Как бы неудивительно В те времена у меня, я вам там, честно признаюсь В два раза больше мне задонатили за месяц, чем в предыдущий То есть, вот, ну, как хотите можете считать То есть, кто-то думает у меня Будто бы там 30 тысяч было Ну, значит, в тот месяц было 60 Если кто-то думает, что у меня 60 В тот месяц было 120, ребята То есть, в два раза больше мне задонатили Вот, когда был большой жух И просто, ну, реально Я прям вот спасся То есть, я порешал свои долги Соответственно, за ноутбук Практически уже И вот Просто это было прям как спасение Сейчас все вот потихонечку поджухает обратно Ну, но в те времена креветочки я мог, в принципе, поточить спокойно Вот С соусом тысяча сравов Ливыкаря Вот прям Я без золотых слиток Слитков ебать жить не могу Да-да-да, нахуй Королевская В натуре просто никто пишет 709 рублей Ну, за 700 грамм Вот моя зарплата Вот в час Это 150 рублей Ну Ну, то есть, чтобы мне поесть креветок Я должен пахать Да, 100 грамм за час Абсолютно верно Просто потому, что Ты работаешь на обоссанной работе За которую 150 рублей еще 150 рублей неплохо за час Неплохо То есть, для обоссанной работы 150 рублей в час Это неплохо очень На самом деле Мне как бы Я помню, я листовки раздавал За 100 рублей в час Ну, хотя, да Сейчас доллар другой Наверное Ну, 150 рублей в час Да, да То есть, нет Тебе нельзя никаких креветок Тебе можно жрать только Гречку, пшенку Шаурму можешь себе позволить Раз в день И то тоже нежелательно Потому что там Денег у тебя не так много Не заслужил, извини Да А я, да Вот я могу купить Пойти прям сейчас 700 рублей Думаю, ну, думаю Можно купить за 700 рублей 700 грамм Хотя я не люблю такие Я говорю, мне нравится Вот Макдональдс пришел Готовый живешь Там, наверное, меньше Чем 700 грамм Но Ну, там 20 креветок По-моему, как раз За 700 рублей На этой сраной работе Почти 5 часов 5 часов, чтобы Бедненький, маленький 5 часов работает Я по 10 часов стримлю Есть креветки 5 часов, чтобы Блядь, креветки уже Мачь пожрать Нихуя себе, блядь Ты, дядя, охуел Так Ну, тут вот Один килограмм Хуй знает Почему Так Тут вообще Почему-то Два с половиной килограмма За 2000 Короче, килограмм Стоит рублей Семь сот Ну, ладно Давайте попроще Чего-нибудь Нам нахера 5 килограммов За такие деньги Ну, где-нибудь килограмм Вот посмотрим Ну, там Что-нибудь в этом роде Креветка Приморская Приморья Крупная Упаковка Один килограмм Это вообще Почему-то 2500 Пиздец какой-то Ну, крупная Может, потому что Пизда Креветка Вот, один килограмм 750 Что Вот, зачем Он мне креветки Показывает Я не понимаю Да не Просто мороженое Вот, вареное Мороженое Ну, с учетом Скидки 574 рубля Ну, а То есть С учетом скидки 500 рублей Ну, давайте Вот, без скидки Если 574 Как бы Сколько там 500 500 Пусть 500 Я не знаю Так, опять же Мне нужно работать Несколько часов Да, это 6 Баксов Ну, да 6 баксов Ну, да Что-то Что-то, как бы Дороговато в вашей России Все Я не знаю Вот, хочу креветок Как я без креветок-то Ну, один килограмм Вот, вареное мороженое 729 Значит, работай на такой работе На которой за час платят 6 долларов Без жубаса Или 7 долларов Тогда за час заработаешь Блядь, да что ж такое Так, это что Ну, то есть Мне вот бывает, допустим Что на стриме 500-700 рублей За час задонатить Можно быть Бывает такое Могут Вот То есть, не то, чтобы У меня 10 часов я сижу, блядь И каждый час Мне там по 500 донатят Хотя и такое может быть Ну, это, то есть Опять же там Я не знаю Какие-то Великолепные совершенно Дни бывают, да Такие Ну Все очень просто Ну, представь То есть, вот я, допустим Развиваю свой YouTube канал Развиваю, развиваю Вот я что-нибудь придумаю Наконец Хайпану Думаю В какой-то момент Я думаю У меня будет даже 1000 рублей в час Я надеюсь на это В долларах Это сколько То есть, я надеюсь Что я до этого дойду Вот все 1000 рублей прям в час Вообще спокойно, стабильно Вот Сейчас у нас это 12 долларов Ну, прекрасно Все, буду 10 часов сидеть Допустим 10 тысяч Это, кстати Ну, не так-то много То есть, довольно много работы Если каждый день По 10 часов работать То можно будет получить 300 тысяч рублей Таким образом То есть, тысячи в час Ну, кстати Я бы не сказал Что это прям Это хорошо Это очень хорошо Я был бы очень рад Но, кстати Ну, так подумать 300 штук В месяц За просто Работать как проклятый Ну, как работать Все равно То есть Что-то делать, да Притом, что наверняка Есть кто-то, кто Миллион получает Там, я не знаю За более легкое дело То есть, есть те, кто там Полчаса консультацию дает За 5000 И все То есть, несколько консультаций В день сделал Ну, и опять же То есть, для этого нужна экспертность Там, для этого нужна узнаваемость Тоси-боси Хуй на тросе Вот Ну, и так можно Так, что дальше Одно предложение только Блин, да что ж такое Что за кризис, что ли С креветками Я не понимаю Так Что-то душнит Прям долго здесь Пиздец Даже непонятно То есть, получается Чего-то 600 рублей Ну, 561 Ну, опять же То есть, придется Колячиться несколько часов Ну, блин, я не знаю Ну, по-моему, такое себе Креветки Креветочки Так Креветочки Креветочки Полкило А тут точно полкило? Да Ну, полкило, да Пять баксов Так Сколько там? Да, пять баксов Без учета налога Потому что в Америке В ценах не указан налог Пять долларов Точно полкило? Значит, получается И плюс там еще написано Шесть долларов там с чем-то То есть, пять баксов Он, я не знаю, указан При каких условиях Ну, пусть будет полкило Ладно Допустим, берем Здесь нахуя не разглядеть Всего в два раза дороже Креветка стоит Получается, грубо говоря Ну, не в два Ну, хорошо Там, ну, пусть Сколько еще раз там Семь долларов У нас это сколько? Пятьсот пятьдесят восемь рублей Ну, хорошо Десять долларов давайте Давайте Креветка стоит Десять долларов за килограмм Ну, пускай Что тоже Она тоже может быть даже За креветки Ну, креветки Ну, то есть килограмм За час То есть, грубо говоря Можно Да что, можно Плохо Тоже вполне себе Могу себе позволить Так получается Где выгоднее жить? Правильно В США Потому что там Креветки дешевле А какая нахуй разница Какие креветки? Ты не будешь Каждый день Жрать креветки То есть, каждый день Ты ешь Точно не креветки Ну, если ты Миллионер Допустим То есть, у тебя доход Ну, пускай Миллион рублей Давай даже не долларов Ну, давай Десять тысяч долларов У тебя доход Хорошо То есть, это у нас Сколько? Восемьсот тысяч рублей Сейчас, да? Ну, десять тысяч долларов Ты, получается Зарабатываешь Тебе абсолютно поебать Ты можешь жить в России И, соответственно Захотел Махнул, блядь Я не знаю В Крым И сидишь там Дышишь там Воздухом каким-то Охуенным свежим Живешь в отеле Допустим Я не знаю Там какой-нибудь час Я прям недавно смотрел Вот И при этом ты в России То есть, вокруг тебя все Русскоязычные там Персоналы И так далее Вот Ну, предположим Ой, прошу прощения Перемотал случай На помощь Бетухи Мужики вбунтовали В Сочи Там две тысячи за сутки По-моему КТТПС Спасибо большое За донат Вот так вот, да То есть, допустим Вот живешь Вот Можно в Сочи Можно, пожалуйста В Гурзуфе, допустим Вот, пожалуйста Все Даже сейчас Там даже сейчас Прекрасно, я думаю То есть, просто Вот ты живешь Сейчас-то там вообще Наверное, копейки стоят То есть, там такая осень Там 10 градусов, допустим Да, то есть Свежий воздух Там горный Там наверняка Экскурсии какие-то есть Вот, пожалуйста Может быть и бассейн Закрытый есть Наверняка Все И живешь Две тысячи в сутки Все У тебя, значит 10 тысяч долларов Ты можешь Захотел Махнул В Америку Ненадолго Захотел Живешь где хочешь Тебе прекрасно Захотел креветок На здоровье, пожалуйста У тебя креветки будут Что там, что здесь Что везде Вот И, соответственно В Санкт-Петербурге Можешь жить тоже Все Тебе хватит на креветки В Америке тоже хватит Да, тоже Но если ты бомж Саный бомж, блять То, соответственно Надо по-другому рассуждать То есть На тысячу долларов В Америке Ты вообще никак не проживешь А на тысячу долларов В России Можно прекрасно жить И креветки Себе тоже позволять Вот и все То есть, допустим Если я разработал Какое-нибудь Мобильное приложение Например Я американец Я живу в Америке Или давайте, допустим Я Живу в Америке И стримлю на русском языке Вот, давайте так Стримлю на русскоязычную аудиторию Я зарабатываю Предположим Я получаю тысячу долларов Все В Америке Я просто не проживу Мне не хватит денег Снять квартиру Не хватит на налоги Не хватит на хуйлоги И все И все А в России, допустим Можно Прожить Или я разработал Мобильное приложение Я на нем Зарабатываю Тысячу долларов В месяц В Америке Я не смогу На это прожить В России Прекрасно Смогу прожить Или не знаю Я Допустим Хочу сделать Сервис По ремонту Ноутбуков То есть Предположим Я хочу Ремонтировать Вот мне даже Интересно вообще Как у них это устроено Ремонт ноутбуков В США Вообще То есть Как у них Как у них вообще Ремонтируется Работа сервисных центров Америки Вот есть какое-то видео Честно я даже не представляю себе Как у них это сделано Мне интересно По окончанию гарантии Ремонтируют ли Может быть у них это вообще Запрещено Бля Ну то есть Вот предположим Я Мэдди Мурк Я у себя просто В своем городе Там небольшом Не знаю блять Ну любой Подмосковный город Там какой-нибудь Я просто блять Спокойно Хоть на дому Хоть как угодно Беру И спокойно Начинаю ремонтировать Людям Комплюктеры Все То есть не знаю Один ремонт в день сделал Там с наценкой Тысяча рублей Все Вот уже можно жить Там 30 есть уже С наценкой в 2000 рублей Соответственно У тебя Будет там Уже 60 Можно фармить Тоже прекрасно жить Для области То есть 1000 долларов То же самое Вот просто бери И делай только Да Можешь сам собирать Эти компы Из там Бэушных деталей И допустим Продавать их Опять же С приличной Какой-то наценкой Ну то есть Потому что Спрос-то на это Все равно есть Радоваться жизни В США Я не знаю На самом деле Как Я думаю Там Так просто Все не сделаешь Луи Росман Канал Можешь прочекать Известный Американский блогер Держащий ремонт Ноутов Ну короче Там Насколько сложно Это сделать Вот в чем дело То есть в России Да просто бери и делай То есть мне кажется До 300 тысяч рублей Если у тебя зарплата Или доход Блядь Даже налоговая Будет ссать на тебя Им вообще похуй Вот Блядь Ну С огромной Вероятностью Им будет даже похуй Вот Соответственно Все Что ты еще скажешь Ладно Что ребят Давайте посмотрим Дальше Что ты как бы Дороговато В вашей России Все Я не знаю Хочу креветок Как я без креветок Один килограмм Вот вареного Гожное 729 Жубасов Блядь Что ж такое Так Это что он Одно предложение Только Блядь Да что ж такое Что за кредит Что ли с креветками Я не понимаю Так Блядь В Яндекс.Маркете Что за 600 рублей Нет Может быть Ты также зайдешь в YouTube И посмотришь Стоимость креветок Допустим В пятерочке Там или в Ашане Или еще где-то Хуй с горы Просто никто Вроде как Задонатил Спасибо большое Задонат Бабло есть Спасибо Короче вы уже Сами устроили Вечер Гранжа В равной 16 Опять Конечно Не особо Гранж Но это слово Там есть Ну и еще Гениальные рифмы Короче Я думаю Надо на это Просто записывать Реакции На то что ты Донатишь Спасибо большое Задонат Давайте Маклауда Пока дальше Смотрим Ну 560 Да Ну опять же То есть придется Колячиться Несколько часов Страна налоговой Ёблин Ну да Ну блин Я не знаю По-моему Такое себе Креветки Креветочки Креветки Бля Это же мы посмотрели Уже Да Так Не пустим И видео называется Не пустим Лохов В США Маклауд Все Тебе-то Зачем смотреть Тебя не пустят Все Сорян Че ты хочешь Тебя не пустят Написано же Не пустим Лохов И причем Лохов Не потому что Я тебя там Обосрать пытаюсь А потому что Бля Ну как раз Я думаю Он это имел ввиду Что таких как ты Не пустят Вот не знаю Ну полкило Да 5 баксов Сколько там 5 долларов Точно полкило Ну пусть будет полкило Ладно Допустим Здесь нихуя не разглядеть Так сколько там полкило Не полкило Ну допустим полкило Ну то есть килограмм За час Я уже вполне себе Могу себе позволить Так получается Где выгоднее жить Правильно В США Потому что там Примерно дешевле Ну там их выгоднее покупать На местную Закоплату Бича Чем здесь А здесь мне нужно будет Как минимум Несколько часов Корячиться То есть Вот сколько там 500 рубасов У меня заклата 150 рублей в час 150 До 300 Да 300 Еще Еще час 450 Снова не хватает Ну почти 4 часа Ну блин Маклауд Вот лично мне В России Вот мне в России Корячиться нужно больше Чтобы Больше донатов Собрать Потому что Большинство Жителей России Это ты Блять Это такие Как ты Бомжи У которых Нет денег Донатить Блять А нет денег У них Не потому что Правительство плохое А потому что Они блять Долбоебы И не работают Нихуя Че мешает Поднять жопу С дивана Если он хочет Эти креветки Видимо не все знают Что нужно заморочиться Чтобы получить Денежный фидбэк Или пусть идет Вылавливать их Если денег нет И лень работать Мы В общем-то Сидим И с подписчиками Не понимаем этого Уже Очень долгое время Честно говоря Ну Маклауд Это просто Это такой вот Удивительный Мемный персонаж То есть У меня обычно Вот видео Длится у него Шесть с половиной минут По идее Мне на такое видео Пореагировать Даже там Я не знаю На какого-нибудь Ютубера гитарного Ну минут двадцать Я буду реагировать Но с него У меня прям Жопа сгорает Он каждое слово Говорит И каждое слово У меня прям У меня поток сознания Начинает длиться Просто каждое Слово Целое Вот прям Вот Настолько Бредовое Настолько можно Много возразить На каждое слово Что просто Вот Реакции затягиваются На два часа Бывает То есть Вот мы уже Уже сейчас Двадцать минут Реагируем на четыре минуты Ну и вот Как бы в этом Его прикол И вот Был такой вот Мракобес Он сейчас Куда-то немножко Делся пожух Куда-то ненадолго Не знаю Или надолго Хрен его знает Короче Но пожух И вот Сейчас вот Получается Уже другие люди Вслед за мракобесом Который как бы Начал этот тренд Такой Донатят Вот чтобы я смотрел Например Как стример Я меньше Получаю донатов Потому что В основном Люди в стране Маклауды То есть Если бы Просто вдумайтесь Вот есть Предположим Сто тысяч Маклаудов Вот таких как он И у них Зарплата Двадцать тысяч рублей Соответственно Он может себе позволить Бомжатские донаты По одному рублю По два рубля Он может позволить себе Не креветки А ну блять Хуиные котлетки И вот А теперь представьте Что они Чуть-чуть Напрягли жопу Немножко У них не получится Как в Америке К сожалению Ну вот блять Страна такая Не получается Они чуть-чуть Поучились Чуть-чуть нашли Какое-то дело Нашли вот Чем можно заняться И у них у всех Стало не двадцать тысяч Зарплата А сорок тысяч У каждого из них Сто тысяч Маклаудов И Таким хреном То есть у них Появляются уже Дополнительные деньги Лишние деньги Которые они могут тратить На все что угодно В том числе Например Донатить мне Соответственно У меня Благодаря Этим там Нескольким Маклаудам Вырастет доход Ну или не у меня А у любого другого Там стримера Которого смотрят Маклауда Ютубера Которого они смотрят Еще у кого-то Вырастает доход Ютубер этот Начинает тоже сам Больше тратить Больше вкладываться в контент Лучше становится контент И так далее Плюс они больше тратят В магазине Возле дома Купят не одну же шаурму А две Все Шаурмишник тоже Разбогатеет Наконец-то За телефон он уже готов Побольше заплатить И Он Ну если он не тупой То он понимает Что российские телефоны На самом деле У них есть перспектива И поэтому он будет пытаться Как бы поддерживать Нашу экономику И вот тогда-то У нас и появится США Когда Маклауды Вот такие Перестанут ныть А пойдут блять И что-то сделают с собой Если сто тысяч человек Сто тысяч человек Начнут работать Чуть более полезно Олег Щелкунов Спасибо огромное Спасибо огромное За донат На верхней ссылке Брав Или сестра Большое спасибо Йоу Йоу Спасибо большое За донатищем Если То есть еще раз В стране Сто пятьдесят миллионов людей Но если хотя бы сто тысяч из них Чуть-чуть Типа блять Одумаются Ну еще сто тысяч К тем что и так есть И так есть те Кто сейчас уже шарит Что-то понимает Если еще сто тысяч Одумаются Ебать Это колоссальные перемены Просто будут Это просто нахуй Вообще вот Жесть Что может начаться Из ста пятидесяти миллионов Если хотя бы сотня тысяч Просто блять Начнет соображать Хоть немножечко Поймет как работает экономика А как она работает внутри страны Как она работает Относительно тебя самого Поймет что блять Работать надо сука Все равно И не ныть блять Не глядеть на Америку Ну хули Глядишь ты на нее Глядишь И в итоге блять Сидишь и жухнешь Надо делать блять Из того что есть Если ты в Африке родился Ну хули тебе ныть сидеть Если ты родился в Африке Предположим Иди блять И что-то делай Делай так Чтобы ты блять Вот раз уж ты там Ты там тоже можешь жить хорошо Значит надо делать что-то блять Не сидеть Не пердеть Не на Путина блять Ныть То есть даже родившись в Африке Что Вот смотрите Вот ты родился в Африке Ты негр Ты нищий Все Вот просто жопа Говно и так далее У тебя есть два путя Либо ты вместе со всеми Нищими неграми Перебиваешься каким-то там Я не знаю Попрошайничеством у туристов И какой-то хуйней просто И не знаю Там Тратишь время на Попивание пивка Под музыку От солнечной батареи Да там Как в видосах у Варламова Того же Либо ты сука Че ты блять Придумываешь Ты ищешь постоянно Ты пытаешься из этого выбиться Ты понимаешь Что так жить нельзя И ты Вот Ты ищешь любую возможность Цепляешься за нее Хуячишь Работаешь над собой И в итоге блять Добиваешься чего-то Вот и все Даже в ебаной Африке А в России Это вообще не Африка далеко В России хуево гора возможностей Просто блять Сиди и делай Ну блять Так вот А теперь самое главное Ребята Почему в Африке хуево так На самом деле Как вот Это мое мнение Возможно я категорически неправ То есть почему в Африке Так плохо живется Вот мне кажется Возьми Американцев Возьми американцев И посели их В любую африканскую страну Что станет С африканской страной Через Пять лет Если американцы Начнут просто править Спасибо кстати Моисий Начал вникать в экономику Слушай ну рад что Помогаю тебе немножко Я сам как бы Ну я любитель Себя считаю таким Но просто я пытаюсь Разобраться И сам Вот что сам понимаю То перевожу как бы На такой русский Понятный язык Соответственно Своим подписчикам Рад что кому-то Полезен и помогаю Колониальная Африка Колониальная Латинская Америка И колониальная Соответственно Там не знаю Какие то еще Может быть Страны Типа там Той же Зеландии Какой нибудь Это яркий пример Того что будет Если ты возьмешь Американцев Или ты возьмешь Испанцев В то время богатых И поместишь их В скотские Нищенские Совершенно уебищные Условия Что с ними произойдет То есть Вот ты берешь Американцев Там где Американцы Или французы В Африке Да тоже были Ты помещаешь Туда французов И вот пока Они правят Просто страна Вдруг Как то вот Вдруг неожиданно Нахуй все становится Пиздато Почему то Относительно того Что было Почему то Как то блять Все сразу налаживается Почему то Вот даже вот В Зимбабве Были блять Американцы Пока их сами Эти негры Не прогнали в итоге По собственной тупости Блять И дело не в том Что негры Такие тупые Не в том Что из-за цвета кожи Они становятся тупыми А в том Что блять В том Что у негров Вот у них Грубо говоря Там свои Социальные устои И еще раз Те негры Наоборот Мы берем негров Умещаем их в Америку То есть Если негры Допустим Могут Сделать переворот И сделать говно Ну как бы Получается Что То что могло развиться И быть чуть ли не Самой богатой Страной Африки Зимбабве То же самое Становится Опять самой нищей страной Но если мы берем негров Помещаем их в Америку И мы грубо говоря Американизируем Негров То есть Мы придаем им Частично Склад ума Скажем так Американцев Какие-то устои Традиции И прочую хуйню А американцы Изначально Это лучшие люди Со всего света Немцы Ирландцы Англичане Те которые бежали За лучшей жизнью То есть Самые пробивные люди Они поехали колонизировать Америку Да Захватывать ее Ну соответственно И вот они В какой-то момент Вот забрали себе негров Но потом их освободили Что сделали эти негры Они сделали все Вообще Все самое охуенное Они сделали рыбчагу Самую крутую Они начали на барабанах Наваливать охуительно Они придумали Они в фильмах Начали каких-то сниматься У них юмор Какой-то просто сумасшедший Джаз они начали делать То есть Блюз они сделали Ебать Просто Они вообще Все перевернули То есть просто Негры Негры Которые Немножко У себя в голове Начали с самих себя Грубо говоря Да Ну понятно Что вот они там Сперва были вообще Рабами полными Но они как бы вот Освободились И столь Ну вот какое-то время Они жили более-менее Обычной жизнью То что негры Сегодня в США Это маклауды Это просто Ну блять Кончи Из них 90% Просто блять Уебки К сожалению Потому что Потому что блять Социалистическое направление Скажем так В этой стране Ну вот в Америке Оно вот Несправедливо По отношению Скорее уже К белым Цисгендерным Мужчинам Людям И так далее Вот То есть все И там уже просто Они распоясались Грубо говоря А в тот момент Когда им Грубо говоря Дали свободу И дали Ну такие Ну не совсем равные Но более-менее Какие-то вот права Ну хотя Или вот До тех пор Пока они были Действительно Более-менее равные Ебать Негры вообще Все самое охуенное Придумали И только американцы Только те Которые в Америке Те которые в Африке Нет почему-то С чем это связано Ну то есть я думаю Среди африканцев Есть тоже какие-то Охуенные Но Единицы И собственно Те Которые Переняли Вот это Пробивное Пробивное Такое Состояние Да грубо говоря То есть те Которые Ну Поняли Что если сидеть Тупить И жухнуть Да грубо говоря То будет Вот там Вот Блядь Как бы Вот Можно Жить в бараках И не в обамах В смысле А блядь Вот Вы понимаете Да соответственно Как живут Сегодняшние негры В Африке Что воды Блядь Нет Дети С голоду Там пухнут И так далее И прочее Прочее Вот эта вот Херня То есть Грубо говоря Людей Людям Насильно Изменили Мозг А хотя Это те же Самые Негры И все Все стало Прекрасно А теперь Вот То есть Взять американцев И заставить их Управлять Африкой То есть Вы еще раз Понимаете Прикол Не в людях То есть Это не Негры Генетически Дебилы И не американцы Генетически Гении Прикол В Сознании Да В менталитете Если Хотите Соответственно Что нужно сделать Для того Чтобы Россия Именно экономически Я не говорю Что Блядь Давайте мы тоже Начнем любить негров Давайте мы тоже Начнем ебаться в жопу И давайте мы тоже Начнем Какой-то вот Феминистический там Пиздец творить И начнем судить За сексуальное Домогательство Если я На бабу Посмотрел Типа просто взглянул То это уже Домогательство Или если я там Когда-то кому-то Сказал что она Красивая Пять лет назад То меня теперь За это на 10 лет В тюрьму Вот или что Пистолеты у всех есть Или то что мы Негров этих кормим Тоже социальные Какие-то выплаты Им платим То есть Вот нет Не в этом смысле Но у Америки Куча положительных Преимуществ Качеств Как нам Эти положительные Качества Чтобы они у нас Появились в России Нам нужно Стать Скажем так В хорошем смысле Американцами Здесь у себя в голове Американцами Не в том смысле Что То есть Перенять у них Хорошее Нужно взять У них то Что у них Есть хорошее И хорошее У них то Что они Блять Пробивные Что они В экономике Понимают Вот и все То есть Вот пока Ты рассуждаешь Как Маклауд Ты вот Ну Маклауд Был бы он в Африке Он был бы обычным негром Даже хуже обычного негра Был бы он в Америке Он бы жил Блять в трейлере По Ботсоном И был бы бесполезным Бесполезной массой А если бы я Например был бы американцем Грубо говоря Ну блять Я может быть Был бы Марком Цукербергбом Каким нибудь Да и все Я бы мир перевернул Будь я корейцем Каким нибудь южным Ну я бы сейчас там В Самсунге работал Скажем не знаю Делал бы бля Телефон какой нибудь Новый придумал Гениальный Вот Ну в России Вот стримером Как то устроился Да соответственно Ну тоже ничего А в Африке Ну Кем ты бы был Не знаю В отеле бы работал Ладно Дальше что Как бы такой себе Как я жить буду без креветок Конечно надо ехать туда Где креветки дешевле Ага Съем Нет тебе нужно Зарабатывать денег Так чтобы хватало на креветки Ага съел масяка Масяка съел Масяка как раз креветки и съел Потому что у него есть деньги На креветки Все В США Креветочки дешевле Выгоди Выгоди А ты кредит Сиди на хлебушке С водичкой А я пожгу креветок Креветки круглые Спасибо Философия ночи Занат Не очень понял Это что 340 Это грамма Полкилограмма Спасибо Вот задумался И пришел к выводу Что донаты на стимах Это просто целая жизнь В миниатюре Они могут быть Как тупыми И бессмысленными Так и глубокими Полными чего-то Высокого и мудрого Стремление к лучшему Или просто к деньгам Но все равно И там и там Один итог А парень подрачил Маклауду Спасибо философия Ночи или ночи За донат Или что это 546 Кто пропал мракобес Честно не знаю Я же не слежу за ним Писался кто-то Спасибо Супер Все равно Почти кило Почти кило Даже если так 600 600 там 700 граммов Да тоже Как раз да Вот 10 баксов Армаз Все равно как бы Получается за час Ну за 2 часа работы Я все равно куплю Ну короче Креветки стоят столько же Если не учитывать налоги Потому что я не знаю Что там красненькое указано Почему-то красненьким Там указана какая-то циферка Которая побольше То есть мне интересно Это с налогами вместе Столько оно стоит Или оно без карточки Магазина столько стоит А карточка магазина Тоже еще там Сколько это стоит Блять Или дается тебе Если потратишь От 100 долларов Да допустим Или же это Блять Ну То есть По ценам еще до конца Непонятно Больше креветок Чем блин здесь Я на одну упаковку Только буду загабатывать 4 часа 544 Креветки средние 534 Вы сами видите Креветки мелкие 564 А что мелкие Почему дороже Непонятно Еще раз В Америке За дебильные Бомжатские Бесполезные Тупорылые работы Может быть Платят и больше И че Какая разница Блять Мне от этого Что Нахуй Вот дай маку оружие Вот реально Да блять Так ладно У нас с креветками Как-то не очень понятно Я не дебил Не бомж И не работаю На обоссанной работе Я бы хотел Чтобы на Чтобы дебилам На их обоссанных работах Платили как можно меньше И то что в Америке Им платят много Это блять Как раз несправедливо Не должны они Столько зарабатывать Не должен Грузчик жрать креветки Пошел он нахуй Грузчик блять Ебаный Креветки должен жрать Работяга Настоящий какой-то Который делает Что-то полезное А грузчик-то С каких хуев Должен блять Жрать креветки Обычный причем еще Не тот который Хрупкий груз перевозит А вот именно Дебил без образования Который блять Всю жизнь Хуй пинал И больше ничего не делал Блять Почему грузчик Должен креветки жрать Когда может зло Да все Немножко осталось 30 секунд Может какой-то кризис Как-то туговато С ними честно говоря В океи посмотрел Почему глядь экспедитор Должен жрать креветки Почему Каким хуе Маклауд Блять креветки Нет Вот перекресток Только такое выдает Креветки аргентинские Ну да видимо туго 2 кило Но почти 800 За килограмм Ну такое Блин Нет же больше 80 рублей За килограмм Может быть там и жрут Все креветки Но они жрут В Америке все жрут креветки Не за счет грузчиков И не за счет Этих самых Экспедиторов А за счет того Что в Америке Не знаю Блять Уоррен Баффет Билл Гейтс Там Марк Цукерберг Сергей Брин Я не знаю Да даже Блять К нам который приезжал Тони Робинс Блять Я не знаю Даже он Блять В Америке За счет того Что там Нирвана Саундгарден Элисон Чейнз Перл Джем За счет того Что там Сериал Менталист За счет того Что там Декстер За счет За счет Атлантов Грубо говоря За счет того Что просто Лучшие люди Блять Там Не за счет Вот там 300 миллионов Там не все лучшие Из них миллион Хороших Блять Миллион там Два миллиона Может быть Тех которые действительно Вот на них все держится А в России Нет этого миллиона Потому что Никто не пытается Им стать Блять Всем оклаудят Я пытаюсь Вот как могу Но блять Я вот Ну сколько Меня таких Немного А там много Блять Вот и весь секрет Блять Почти 900 Ну такой себе И поэтому Поскольку там Много таких людей Что там Хрупкий груз перевозить А вот Хрупких шлюх Перевозить Точка Точка Ды Ммм Спасибо большое С Лен Блю Да Это вот действительно И этих атлантов Все уважают Да Блять Это самое главное Что их уважают Их понимают Насколько это важно И кто придумал Про атлант Расправил плечи Айн Рент Она откуда Блять Она из Российской империи Зинаида Как ее там Или она Алиса Зиновьевна Да по-моему Ее правильно зовут Розенбаум Кстати говоря Зиновьевна Или как я Не ошибся Да Лиза Зиновьевна Розенбаум Родилась В 905 году И Ну то есть Скажем так Наша Имперская Еврейка Которая Сбежала Значит В Америку В 26 Году Получается Да То есть уже После того Как Советский Союз Получился И соответственно Вот Стала Пейсательницей И при этом В Америке Ее То есть Она говорила До конца жизни Со страшным акцентом Ну вот ее там Прямо уважали Очень весьма То есть Снимали фильмы Какие-то По ее Соответственно Вещам И так далее И Там Люди Они понимают Что это действительно Вот оно Грубо говоря Так и есть Но вот сейчас Меньше начинают Понимать К сожалению То есть Вот чем Чем меньше Грубо говоря Они начинают Это понимать Тем у них Хуже и становится Тем больше У них Блять Вместо Берут на работу Не лучшего А негра Блять Или бабу И все И чем у них Чем больше у них Левачество Тем хуже в итоге Там будет становиться В Америке Я не говорю Что она Ой вся сейчас Загниет Блять Нет все У них просто То же самое Начинается Что у них За счет старых Каких-то достижений У них там В РФ тоже Атланты есть Конечно есть Просто их мало Блять И их никто не уважает Потому что Блять Маклаудов больше Такой себе Ебануться конечно можно Ну как-то так вот Не знаю Конечно же там выгоднее Как я без креветок Не знаю что делать Как-как Хуем наперекосяк Спасибо в общем Большое значит Всем кто посмотрел Донатерам Хуятерам АМТшники Фокин Ну тоже конечно да Вот хотя бы да Кто Атланты в России Ну Сложно Назвать Не знаю Ну Я думаю что Скажем так Наибольшую пользу Наибольшую пользу Приносят те Кто на экспорт Что-то делает То есть Кто умудряется Жить в России И при этом делать Что-то такое Что покупают В других странах Причем в идеале Не в постсоветском пространстве А вообще Вот в Европе То есть Это наверное Вот самое крутое А так Я не знаю Мне кажется Просто любой человек Который Делает Какое-то Ценное действие Ценное Ценное что-то В России И соответственно Не переезжает Из нее никуда Я думаю так АМТшники Фокин Ну может да То есть Если они Тем более Если их Продукция продается Туда То вообще Мое почтение Все Ну в общем Это долго можно обсуждать Но соответственно Спасибо за просмотр Надеюсь было интересно Познавательно И весело И собственно Видос заканчиваем Стрим продолжаем